Что значит быть журналистом? Все уверены, что знают ответ на этот вопрос, и речь отнюдь не о тех людях, которые носят это звание. А кто в вашем понимании объективный журналист? Это человек, чья точка зрения совпадает с вашей? А если нет, то это не объективный журналист? В этой профессии нет точек зрения, есть только факты. Так создаются новости. Мы предоставляем вам возможность проследить за производственным процессом корреспондентов информационной редакции Национального телеканала. Начиная с выезда и заканчивая выходом материала в эфир. Смотрим. Что такое новостной сюжет? Это телевизионный материал, который должен быть максимально информативным и лаконичным. Корреспонденты любой информационной программы реагируют на все важные события, происходящие в регионе и стране. У журналиста не должно быть личного мнения, только факты и объективность. В то время как народ, наоборот, может и должен высказывать свое мнение. Ежедневно журналисты НТРК ищут актуальные темы для того, чтобы показать их в эфире. Идеи и предложения записывают в блокнот и откладывают на рассмотрение. А пока корреспондентов ждут срочные выезды на съемку. Так, рубрика под наблюдением. На этой неделе, Индира, как договаривались, берешь себе ты, поедешь после обеда. Так, Молгобельский район охватишь, БК Живо заедешь. Не бери больше трех видеообращений, чтобы сюжет был насыщенным и как-то не уставали. Ежедневно только в редакции новостей готовится порядка десяти материалов. Политика, культура, спорт, социалка. Охватить нужно все. Работает у нас и обратная связь. К примеру, рубрика под наблюдением. Куда через WhatsApp может обратиться любой житель. Вот только зачастую заявители анонимны. И по приезду на место происшествия говорить на камеру люди просто отказываются. В интернете появилась жалва о том, что... На стол, все, опаздывай. Вот так всегда. Это стандартная ситуация, поэтому в такие моменты журналисты не сдаются и не теряются. Докопаться до правды или интересных фактов не всегда легко. Но корреспонденты выкладываются на все сто. Отработать на выезде – это только полдела. Дальше творческая сторона – написание текста и монтаж. Здесь есть свои тонкости и правила. К примеру, никакой тавтологии и простота в написании текста. Так, чтобы зритель ловил мысль на лету. Отдельного внимания заслуживает монтаж. Здесь важно, чтобы мысль, прозвучавшая в тексте корреспондента, не повторялась в интервью. Человек в кадре может говорить не более 20-40 секунд. Чтобы готовый сюжет не был скучным и затянутым. Если же это было бы большое расширенное интервью, то мы бы и свои вопросы там оставляли, и записывали бы его полностью. То есть 10-20 минут и вставляли бы в эфир. А у нас новостные сюжеты, поэтому у нас максимально допускается 25. Ну и бывают такие случаи, что 40 секунд. И вот делаем все, задаем наводящий вопрос для того, чтобы они уложились ровно 25 секунд, сказали коротко, ясно и лаконично. Любой человек теряется перед камерой. От волнения путаются мысли. И многие респонденты сами просят вырезать лишнее. Но есть и такие, которые считают, что журналисты коверкают сказанное, меняя смысл слов. Однако, согласитесь, было бы странно, если бы в эфир выходили вот такие моменты. Ну, опять, ну, как, я не знаю, что сказать даже. Это ясно. Да, я вот хочу сказать, что, ну, простой человек такой, добрый, маленький мальчик. Что там было? Поскольку Иоанна Серебра, он, боже мой, находится. Находится, да? Я никогда не разделяла ингуш, чеченец. Не знаю. Я такой человек, не знаю. А вы это покажете, срезайте там плохое. После того, как материал готов, окончательную оценку сюжету дает главный редактор. Когда корреспонденты приезжают домой с выездов, всеохранные бывают большие. Они, человек, чтобы правильно сформулировать свою мысль, в три минуты, в четыре минуты говорят. Но телевизионный формат не позволяет столько много выдавать материала эфира. Тем более в сюжете. Сам сюжет только бывает две с половиной, максимум три минуты. Ну, в зависимости от материала, конечно, но все равно в 90% бывает только вот такого хронометража. И поэтому приходится, конечно, всегда его подмонтировать. Обидно, когда люди начинают говорить, что мы как-то начинаем коверкать, что-то мы делаем не то, склеим, то, что нужно, выдаем. Это неправда. Это неправильно. Мы выдаем то, что они говорят, только почищено в нормальном формате. Новости 24 работают 365 дней в году. Это более двух тысяч выпусков. Зарема Ивлоева, Джамалил Тамас Ханов, Новости 24.